Добрый день! У нас очередной вебинар, посвященный клиническим исследованиям. И не могли мы обойти тему влияния коронавируса на проведение клинических исследований. Но взгляд со стороны исследовательских центров. Сегодня в этом вопросе, в сложном вопросе и актуальном, помогут разобраться... У меня тут много бумажек. Сейчас, секундочку. Константин Анатольевич Захаров. Константин Анатольевич, вы на связи, да? Заместитель управляющего научно-исследовательского центра экобезопасности. Потом. Кулончаков Максим Игоревич, руководитель обеспечения и качества компании ОСИТИ. Хамко Кирилл Александрович, член этического комитета медицин-онкологии имени Петрова. Зайцева Мария Анатольевна, заведующий лабораторией лекарствования и токсикологии ФМБ... О, господи. Институт токсикологии, да? Можно просто так? Так. Потом. Ксения Евгеньевна Коновалова, врач-онколог, исследователь Ленинградского областного клинического онкологического диспансера. Это единственный пока из наших коллег, который находится в карантине и ведет вот эту деятельность из карантина. Агафина Алина Сергеевна, заведующая отделом клинических исследований 40-й городской больницы. Орлов Сергей Владимирович, онколог. Сергей Владимирович, вы на связи? Сергей Владимирович присоединяется. Потом у нас есть Евгений Сергеевич Рогов. Никого не забыл? Ксения, пациентская организация, наша самая любимая. Мы тоже вместе. Сергей Владимирович, вы присоединились. Андрей Альберич Мещеряков. Да, это наша МИЦ онкологии имени Блохина. Да, и сегодня у нас будет возможность поговорить о том, что... Как коронавирус повлиял на клинические исследования, да, какие появились новые регламенты, что делают сейчас исследовательские центры для того, чтобы максимально защитить права пациентов, да, и безопасность пациентов обеспечить. Потом, как могут вести себя исследовательские команды, чтобы предотвратить максимум рисков в связи с нынешней ситуацией. И у нас будет возможность услышать, что думает локальный этический комитет по поводу всяких сейчас возможных отклонений. Первый у нас в списке Максим. Максим расскажет нам об анализе того, как сейчас уже повлиял коронавирус на клинические исследования. Максим, тебе слово. Добрый день. Мы занимаемся организацией клинических исследований. Мы работаем не только по России, в принципе, и по миру. Сегодня будет еще моя коллега Мария Зайцева, да, как вы даже представляете, она здесь организация. Хотелось бы немножко задать тон нашей дискуссии, немножко цифр, да, то есть я хотел бы поделиться с вами небольшой презентацией, которая была подготовлена. Это буквально пара слайдов, коллеги, видно. Собственно, информация, которая, в общем-то, у нас сейчас доступна на текущий момент, да, в общем-то, была взята из двух открытых источников. Это сайт clinical trials.gov, да, в общем-то, это международная база данных клинических исследований. За основу были взяты все исследования, которые проводились в отношении ранних фаз, вторые, третьих фаз, в общем-то, в принципе, после ремонта маркетинговых исследований я не брал. Все, что касается клинических исследований по коронавирусу, также была проанализирована информация, которая доступна была на момент 20 апреля по данным государственного реестра разрешения на проведение клинических исследований. В общем-то, то, что у нас актуально для российских фаз. Если говорить по информации, которая вообще, в принципе, там, можно сказать, предыстории, да, в общем-то, вы можете наглядно видеть, что количество исследований в России, в принципе, от года к году, оно более-менее стабильно, да, потому что это примерно, там, среднее, 750 исследований, начиная с 16-го года, по 19-й было зарегистрировано в России, ну, и порядка 7500 исследований, в общем-то, ежегодно регистрируются новых по всему миру. В общем-то, данные наглядные, на 2020 год, в общем-то, мы сейчас не можем говорить о том, как это сильно повлияет, но вот есть небольшая информация, да, потому что, в общем-то, есть на текущий момент, да, потому что это вот выборка именно исследований, которые были зарегистрированы в отношении вот этого периода с 1 января по 20 апреля. Как вы видите, в принципе, если смотреть динамику по году, да, то мы видим небольшое незначительное снижение. На текущий момент с 1 января по 20 апреля, да, мы всего лишь зарегистрировали 160 клинических исследований в России, да, это значительно меньше, чем, допустим, было в 2016 году, но, в принципе, это на уровне 2018 года. Если говорить о том, какие исследования сейчас проводятся, да, из тех, которые были на предыдущем слайде, то вообще выделять отдельные исследования по коронавирусу, вы можете увидеть, что, в принципе, исследования по коронавирусу начали проводиться, и даже в России уже существует порядка одобренных клинических исследований по коронавирусу, в то время как в мире уже 299 исследований по всему миру, да, которые включали именно мозологию коронавируса. То есть это различные препараты. Однако, наверное, то, что всем было бы интересно и актуально, да, это исследование вакцин. Как вы можете видеть, по миру всего 12 исследований, которые бы касались именно исследований вакцин против коронавируса. На текущий момент в России, несмотря на то, что там нам говорят, что там сегодня-завтра есть вакцин российских, в общем-то, на текущий момент ни одного разрешения на проведение таких исследований не получено. Это просто прикол, такое небольшое лирическое отступление. Если пытаться анализировать то влияние, которое, в общем-то, оказал коронавирус на текущие клинические исследования, мы можем, в общем-то, наверное, попытаться разбить их на какие-то фазы, да. В общем-то, эти краткосрочные эффекты, которые мы сейчас, здесь и сейчас получаем, да, это, наверное, в первую очередь для проблемы с доступностью препаратов, с доступностью лечения для пациентов. Для антрактно-исследовательской организации, которая непосредственно организует весь процесс клинического исследования, да, это, наверное, существенная доля проблемы, это отклонение от протоколов, нарушение визитов, невыполнение процедур, что существенно повлияет, конечно же, на проведение клинического исследования, анализ данных в следующем. Для спонсора наиболее интересно, наверное, было бы выделить это отдельная история, это выбывание пациентов по каким-то причинам, да, то есть это, в основном, чаще всего это логистика, да, пациент не может прийти в исследовательский центр, потому что исследовательский центр либо закрыт, либо исследовательский, либо пациенту просто нет возможности добраться из-за карантина, да, опять же, в исследовательский центр. В общем, пациенты по тем или иным причинам могут выпасть из исследований, да, потому что это в среднесрочной перспективе мы можем говорить о том, что вообще, в принципе, исследования приостанавливаются медучреждения. Мы уже знаем такие примеры, когда, допустим, медучреждение в России было перепрофилировано под прием больных с коронавирусом, да, и это исключительно большая проблема для тех пациентов, которые там лечатся, да, в общем-то есть какие-то механизмы перенаправления пациентов в другие исследовательские центры, но это, в общем-то, всегда проблема, которую нужно решать здесь и сейчас, в общем-то, когда она у нас возникла. Среднесрочность перспективы для пациентов – это, конечно же, снижение доступности медицинской помощи. Все прекрасно должны понимать, что клиническое исследование, даже вот на тех слайдах, которые проводили, когда мы говорим о том, что в индустрии, в России только проводится ежегодно порядка 750 клинических исследований, это в том числе высококвалифицированная медицинская помощь, которая становится недоступна пациентам, да. Если мы говорим про онкологические исследования, к счастью, да, они все-таки не останавливаются, онкологическая помощь, но если говорить о других клинических исследованиях, и мы это видим по нашим исследованиям, да, доступность для пациентов снижается. Опять же, для спонсоров это замедление темпов набора в тех исследованиях, которые не, в общем-то, закрылись или приостановились по коронавирусу. То есть замедление темпа набора – это однозначно нарушение сроков любого проведения клинических исследований для дополнительных затрат. Попытка анализировать долгосрочные перспективы с коронавирусом, да, в общем-то, мы не будем сейчас говорить о том, что когда откроется карантин, там, короче, это, в общем-то, все, наверное, ситуация, которая решается здесь и сейчас, как во всех странах отдельно. То, что мы видим и прогнозируем по клиническим исследованиям, наверное, мы должны понимать, что все клинические исследования, которые сейчас идут, по ним будут нарушены сроки. Будут проблемы с анализом результатов клинических исследований, да, потому что, опять же, протоколы, в общем-то, требуют доработки с учетом коронавируса, будут дополнительные финансовые какие-то вложения со стороны спонсоров, в потере СРО, в потере на дополнительные какие-то меры с точки зрения удаленного мониторинга. В общем, здесь проблема, она, в общем-то, как вы видите, она касается абсолютно всех аспектов клинического исследования. Здесь теряют все пациенты, контрактные исследовательские организации, следователи, спонсоры. Здесь нет ни одной стороны, да, в общем-то, которая бы выиграла. Ну, за исключением, может быть, тех компаний, которые специализируются на вакцинах и которые вот инициировали сейчас коронавирусные исследования. Те вот компании могут в каком-то мере выиграть. Вот, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать, просто для того, чтобы задать какой-то канву для нашей дискуссии, да, чтобы можно было оперировать этими цифрами. Так что, коллеги, если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста. Максим, спасибо большое, что за короткое время я подготовил презентацию. Вот меня вот смутило, что год и более. А какое вот есть ощущение, что насколько повлияет вот эта ситуация вообще в целом на отрасли клинических исследований? Вот это падение, которое сейчас мы наблюдаем, я так понимаю, что оно краткосрочное, динамики будет больше, да, и сильнее падение. Ну, понимаете, тут как бы очень сложно прогнозировать, потому что сейчас мы видим то, что границы закрыты, да, всех, в общем-то, стран. Как или иначе, это влияет на бизнес-заимоотношения. Да, даже если у вас идет исследование в какой-то отдельной стране, не факт то, что как бы завтра вы сможете начать следующий исследование. В принципе, даже на том слайде, который, в общем-то, не особенно репрезентативен, видно то, что уже снижение по количеству клинических исследований, оно есть. То есть вот из тех до 60 клинических исследований в России это 12, а уже коронавирус. То есть мы можем говорить о том, что реально всех остальных исследований где-то порядка 148 в текущий момент. По сравнению даже с самой низкой цифрой, это 2018 год, 160 исследований. То есть в принципе динамика отрицательная. Сейчас все фармкомпании практически поставили на, в общем-то, на паузу все эти исследования. Потому что у нас есть реально порядка 20-30% от всего портфеля запланированных исследований, которые были на 2020 год, многие встали на холм, потому что мы не можем их начать по организационным причинам. Когда эта история разрешится, откроются границы, возможно, снимется где-то карантин. Мы будем пытаться, естественно, это запускать. Это всегда будет срочный эффект. Опять же, в каждой стране это все очень индивидуально. Мы сейчас слышим то, что в Испании собираются в ближайшее время снимать какие-то дополнительные ограничения. У нас исследование стартовало. И мы просто ждем, когда действительно нам позволят набирать пациентов уже в Испании. Вот мы просто здесь прогнозировать вообще невозможно. Плюс вот та информация, которая, в общем-то, публикуется в научном сообществе, мы наверняка уже это видели, там в том же самом, по-моему, журнале Lancet было спрогнозировано, то, что будет вторая волна, да, вот этой эпидемии. Никто, в принципе, даже не обсуждает о том, что ее не будет. Будет вопрос только о том, что она будет меньше, да, потому что выработается, ну, амитет у населения, тех, кто поглядя на очки, она будет меньше, но ее влияние все равно будет. Поэтому вопрос только как бы дискуссии сроков, да, то есть как бы это октябрь, сентябрь, там, январь, когда она придет, в общем-то, в любом случае это состоится. Насколько будет готово государство и, в принципе, общество для того, чтобы переварить вторую волну, да, как бы без таких экономических последствий, последствий для индустрии, мы вот не знаем. Потому что мы сейчас оперируем пока какими-то предположениями, но видим то, что негативный сценарий пока реализуется и в том числе и в России. Так, спасибо большое. Коллеги, есть вопросы, дополнения из тех, кто подключился через Zoom? Те, кто подключился через сайт института, у нас сейчас еще несколько человек пытаются подключиться, я ссылку скину, да, но мы двигаемся дальше. Мария, расскажите, пожалуйста, все-таки вот в этой ситуации такой достаточно сложный регулятор, он стал, ну, в общем-то, выдавать какие-то новые правила, новые документы, которые надо следовать, в том числе в области клинических исследований. Какие самые такие яркие вехи, что надо знать исследователям при проведении исследований? Да, большое спасибо, коллеги, за приглашение и возможность выступить, опять же, в рамках такого замечательного собрания среди таких глубоко уважаемых специалистов. Что касается регуляторов. Безусловно, каждый уважающий себя регулятор, любой представитель регуляторного органа, любой регуляторный орган страны на сегодняшний день выпустил свои рекомендации. Вы видите, что каждый регуляторный орган, куда мы ни посмотрим, любая европейская страна уже опубликовала свои рекомендации. Первым, конечно, было в ДИА, и это было в начале марта, мы все видели выход в ДИА рекомендации о том, как мы теперь должны работать, клинические исследования в рамках коронавируса, основные аспекты, на что следует обратить внимание. ЕМА выпускает в середине апреля свой документ, Минздрав 27 марта тоже выпускает рекомендации о том, каким образом мы должны сейчас работать. И что интересно, буквально 16 апреля, это совсем недавно, ЭВДИА обновляет свой документ, свои первые рекомендации, добавляет еще большой блок, связанный с вопросами и ответами. Именно вопросы, которые накопились у индустрии, у фармацевтических компаний, у спонсоров, у мониторов, у пациентов, и дает подробные ответы, как можно было бы действовать в такой ситуации. Вот если говорить о тех документах, которые есть вообще в целом, но если посмотреть на структуру этих документов, то, конечно, они все очень похожи. И четыре составляющих, четыре таких вот ключевых момента, на которые они ориентированы. Первое – это, конечно, альтернативные способы мониторинга. Все говорят, возможны альтернативные способы. Расширение возможностей взаимодействия с пациентом. Третье – это защита медицинского персонала, и, конечно, минимизация какого-то воздействия, снижение риска воздействия на целостность данных и на качество данных. Вот эти четыре аспекта, на которые следует обратить внимание сейчас при организации клинических исследований. Кому адресованы эти рекомендации? Да, к участникам клинического исследования. Спонсорам, контрактным исследователям, сайтам и, в том числе, независимому этическому комитету. Вот эти вещи, которые прописаны во всех этих рекомендациях. Также следует сказать, что структура этих рекомендаций делится для исследований, которые текущие, и сейчас уже в ходу, и исследований, которые только сейчас стартуют. И сценарий может быть совсем разный. Если вы сейчас уже имеете какие-то исследования, и надо что-то дополнить или сделать с учётом текущей ситуации. Либо абсолютно другой сценарий может быть для новых исследований, которые только начинаются. Если говорить о компаниях или о сайтах, то в целом какие три шага рекомендуют сделать для любой организации сейчас, для клинических последований. Безусловно, первое — это разработка дизастра-рекавери-плана. То есть планы действий в чрезвычайных ситуациях. Наверное, у каждого из нас есть такой план действий, в каждой своей организации. Но, тем не менее, в условиях пандемии вряд ли кто-то им располагает в деталях. Второе — это то, о чём мы всегда говорили, — это оценка рисков, коллеги. То, что в период времени с 2016 года был в таком, я вам сказал, наверное, ну, может быть, не очень развитом состоянии. И сейчас, как бы это ни звучало, в условиях пандемии именно рискориентированный подход получает определённый шанс для своего развития. И возможно, что те вещи, которые нам удастся изобрести, реализовать, придумать, внедрить, они после пандемии останутся, и мы будем продолжать ими пользоваться. Ну и третий элемент, и третий обязательный уровень — это изменение каких-либо документов и процедур. FDA от 16 апреля стандартно рекомендует. Коллеги, пожалуйста, меняйте СОПы, если нужно. Делайте дополнение к вашим СОПам. Коллеги, пожалуйста, делайте дополнение к планам проектным. Делайте дополнение к протоколам исследований. Делайте дополнение к планам по мониторинговому активности, планам по оценке безопасности. Это всё в рамках клинических исследований. Но не забывайте обязательно указать, что эти дополнения обусловлены не рутинной ситуацией, а именно ситуацией, связанной с пандемией, с ковидом. Не забывайте это указать. Потому что верно сказал Максим, и будет очень много отклонений от протокола, и будут вопросы, может быть, с целостностью с оценкой данных. И поэтому если эти аспекты, эти отклонения будут связаны с ковидом, то это может быть принято тогда во внимание со стороны регуляторных органов, со стороны инспектирующих органов, когда бы эти процессы не были реализованы в том числе. Конечно, мы говорим о том, что теряют. Теряют клинические исследования, какую-то часть отрасли, какие экономические потери есть. Да, безусловно, коллеги. Вот я помню, у нас был такой профессор года, с первом медицинском, когда я училась. Может быть, кто-то тоже со мной учился. Он работал на кафедре туберкулеза. Он говорил, что в медицине, как в ВВП, проходят три стадии. Очарование, разочарование и стабилизация. Коллеги, поэтому на сегодняшний день мы находимся на этапе такого разочарования, наверное. Но я абсолютно уверена, что и система, и профессиональная отрасль, и мы все с вами придем к определенному уровню стабилизации. Поэтому все процессы, которые мы можем наладить, мы должны наладить. Удаленный мониторинг – да. Удаленный аудит – да. Взаимодействие с пациентом. Возможность подписания информированного согласия, может быть, электронным образом. Удаленным образом. И FDA сейчас дает такие рекомендации и техники, и сценарии, как это все можно организовать. Мне кажется, что пандемия так или иначе закончится. Не может тянуться это все годами, коллеги. Но а те позитивные вещи, которые мы сумеем вынести из этого, и те техники, и те наработки, которые мы получим, они останутся с нами в нашем бизнесе. Очень оптимистично. Спасибо большое. Мария, а все-таки, как вам кажется, сейчас в процессе работы исследователей так или иначе возникают отклонения, и те отклонения, которые раньше можно было бы назвать, ох, такие вопиющими. То, что относится, например, к официальности данных, то, что мы сообщаем курьерам информацию персональную пациентов и так далее. Это как сейчас, в настоящий момент, лучше фиксировать первичные документации, такие этапы. То есть это подробно расписывать, надо ссылаться на какие-то нормативные акты или просто фиксировать, собственно, события и объяснять, почему. Или все-таки как-то ссылаться на то, что мы прочитали какую-то рекомендацию FDA и решили, что мы в эту ситуацию можем поступить вот так вот. Как все-таки лучше, чтобы... Потому что, правильно же, все же это рано или поздно закончится, да, потом начнется разбор полетов, да. И вот в процессе разбора полетов будут возникать разные, ну, такие, разные ситуации, да. Как все-таки можно предотвратить сложности в будущем? Спасибо, Артем, за вопрос. Вот что, опять же, рекомендует наш замечательный FDA здесь, и он отвечает и на этот вопрос. Как предотвратить сложности? Коллеги, необходимо определить возможный вариант этих отклонений. Давайте пересмотрим варианты отклонений, которые у нас есть. Давайте пересмотрим эти отклонения и пропишем эти варианты отклонений, с градацией этих отклонений, либо в проектном плане, либо в плане организации, либо в каком-либо другом плане или документе, может быть, о стандартной операционной процедуре непосредственно для организации, для сайта. И давайте это не просто пропишем, но согласуем. Если мы говорим о конкретном проекте, то со спонсором. Если мы говорим еще о конкретной организации, то с локальным этическим комитетом. Давайте наш сценарий действий согласуем заранее и будем действовать. То есть не просто прочитали какую-то рекомендацию. Рекомендации сейчас видите очень много от разных регуляторов и будем иметь ее в виду. Нет. Давайте эти рекомендации сделаем частью вашей работы, вашей клинической базы. Легализуем их, будем на них ссылаться и отражать в первую очередь документацию. А какие тогда аспекты? Если, допустим, мы взялись бы сейчас делать СОПы для нашего центра, для других дружественных, какие самые основные СОПы тогда? Можно по названиям накидать, которые точно надо делать в ближайшее время. Как вам кажется? Да, коллеги, ну вот четыре оставляющих, о которых я сказал в начале. Это в первую очередь, конечно, Блэш-блок, взаимодействие с пациентом, форма подписания информированного согласия. Потому что, если возможно, разные варианты сейчас и сценарии, есть разные техники для этого. Как это будет организовано, например, на вашей клинической базе, как это может быть организовано, с учетом технических возможностей и прочих точек. То есть взаимодействие с пациентом, информированное согласие. Второй аспект – это доставка препарата. Или доставка препарата сейчас из ДАИ не запрещает, предполагает рассмотреть возможность поставки препарата непосредственно с пациенту для амбулаторного приема, либо доставка препарата через курьерскую службу, может быть, либо, возможно, чтобы врач, который осуществляет введение, или медсестра от организации, от клинической базы могла приехать. То есть вот АМП-менеджмент, менеджмент лекарственного препарата. Вот этот момент очень важен. Различные лабораторные анализы, оценка безопасности, как она может происходить. Можно оценочные визиты с пациентом, как вы будете производить. Можно техника по телефону, не обязательно являться лично, если это невозможно в клинику. Можно ли это сделать в удаленном доступе, в удаленном варианте. Опять же, возвращаясь к информированному согласию, FDA предполагает одну из техник или опций, когда подписание согласия происходит посредством видеосвязи, видеоконференции. И пациент таким образом высказывает устное согласие на участие в исследовании. То есть взаимодействие с пациентом, вопросы, связанные с логистикой лекарственного препарата, вопросы, связанные с оценкой безопасности, с документированием безопасности. Очень важным аспектом также является проведение верификации данных и предоставление так называемой анонимизированной первичной документации, или как ее называют, заслепленной первичной документации. Предоставление каких-либо данных о пациенте на сторону, то есть для компании, которая проводит мониторинг. И для этого FDA тоже рекомендует определенные техники, либо это видеосвязь, либо это выделенный специальный канал, либо это сканирование, но каким образом мы пользуемся, какой техническим аспектом для предоставления этих данных. Вот еще один момент. И оценка хранения этих данных, если вы какие-то данные передаете сейчас, первичные данные, связанные с пациентом, для куда-либо. Очень важно, чтобы конфиденциальность не была нарушена, вопросы, связанные с конфиденциальностью пациента. Пожалуй, вот какие могут быть вещи. Что касается еще мониторинга, конечно, который обязательно будет сейчас иметь характер удаленного мониторинга со стороны контрактных организаций, то вашу позицию или ваши возможности в этой части тоже было бы хорошо обозначить. Потому что каждый центр, каждая страна, каждое государство, разный сценарий. Спасибо, Марина. И мы еще с вами, когда наш вебинар будет заканчиваться, обсудим. Почему? Потому что у нас исследовательские центры расскажут про свою инициативу. И, наверное, целесообразно в конце вебинара поставить какую-то точку X, когда мы все вместе совместно напишем какие-то условно-модальные СОПы, регламентирующие деятельность исследовательских центров в рамках сложившейся сложной ситуации, чтобы действительно потом было спокойнее всем. Так, у нас... Артем, а можно, да... Да, Максим, да. Да, я хотел добавить просто одно комментарий, потому что вот Мария правильно сказала, что рекомендации очень великое множество, да, и в ДИА, все-таки Соединенные Штаты, и в Европейском Союзе, это Евросоюз. И нужно при анализе всех этих документов в разработке СОПов все-таки учитывать локальное законодательство, потому что наш федеральный закон номер 152, по числамных данных, его никто не отменял. И там федеральный закон номер 61 тоже не должен противоречить тому, что требует ЭМИ и тому подобное. Просто здесь нужно всегда взвешивать, в общем-то, какой из этих документов превалирует данные конкретной ситуации. Не забывать про то, что у нас есть тоже законные приказы. Мы это, конечно, не забудем, просто всем исследователям, которые нас смотрят, мы можем сказать, что через две недели, наверное, уже будут какие-то черновики СОПов. Мы постараемся сделать, с вами, уважаемые коллеги, которые участвуют в этом вебинаре, все это дело пообсуждаем. Соберем что-то такое, ну, модальное хотя бы, чтобы потом исследовательские центры могли на этой базе сделать свои индивидуальные какие-то вещи. Потому что действительно важным будет это то, что когда закончится пандемия, когда закончатся все эти действия, потом поедут аудит и будут смотреть, насколько мы профессионально подошли к тому, что, ну, справляясь с такой сложной ситуацией. Коллеги, есть еще вопросы? Кость, Константин Анатольевич, вы там руку поднимали, да? Да, да, зачем? Вопросы на руку Марии. Может быть, не сильно затягивать, ну, нарушать, но короткий вопрос, может быть, короткий ответ. Она сказала, Мария, вы сказали, да, о том, что что-то останется после вот этой пандемии, да, вот в сухом остатке. А что из этого будет прямо останется? Как вы считаете? Может быть, широкое распространение удаленного мониторинга, в действительности, да, может быть, еще что-то? Как можно? Ну да, спасибо большое за вопросы, конечно, Константин. Я считаю, что, конечно, удаленные техники останутся. И варианты удаленного мониторинга, и варианты удаленного аудита. И возможность, наверное, вот взаимодействия с пациентом, дополнительная, которая сейчас будет реализована, она тоже останется. Возможно, удаленные тренинги, здесь надо посмотреть что-то еще, визиты. И вот тот самый рискориентированный подход, который нам был в 2016 году преподнесен, в СНЧ-6Р2, я думаю, что он как раз сейчас имеет челлендж для такого интересного развития. Спасибо. Спасибо. Так, ну да, мы потом еще, когда будем локальный этический комитет послужить, расскажем, насколько все-таки нет худа без добра. Олег, выведи, пожалуйста, всех, чтобы можно было посмотреть, кто-то, может, хочет что-то сказать еще. Но самое основное, на что можно ориентироваться в такой ситуации, то, что пациент самое главное. Да, это то, что стоит в основе проведения клинических исследований, тот самый основной принцип, который помогает удержаться в любой экстренной сложной ситуации. Да, и какая вот сейчас ситуация. У нас на связи Ксения Геннадьевна, да, которая со стороны пациентской организации, она представляет Международный союз пациентов, расскажет взгляд пациентов на эту ситуацию, да, со стороны субъектов клинических исследований, со стороны онкологических пациентов. Потому что мне представляется, что сейчас очень-очень сложно в этом психологическом давлении, в этом во всем таком психоэмоциональном взрыве, который можно получить при просмотре общественного телевидения, да, как пациенты удерживаются, ну, это прям, мне кажется, очень сложно. Расскажите, пожалуйста. Всем здравствуйте. Мартем Николаевич, мне кажется, сейчас гораздо страшнее тем людям, кто не является пациентами, потому что мы сейчас получили совершенно новую группу, скажем так, тех людей, кто нам обращаются. Это здоровые люди, кто на фоне всех этих новостей как раз действительно у них начинаются панические атаки. Мы находим для них не врачей, а находим для них психологов, потому что люди действительно сходят с ума по количеству того, что необходимо после каждого предмета мыть руки. онкологические пациенты, ну, это те люди, кто уже столкнулся со страхом смерти. То есть эти люди, этим людям уже знакомо это чувство. Но неужели, зайдя в детское отделение онкологическое, надо объяснять, что необходимо носить маску. Они это и так все знают. Не надо объяснять в онкологическом центре, для чего висит санитайзер. Они это и так все знают. Поэтому умение оберегать свой организм у них есть. Да, есть пациенты. По клиническим исследованиям, я точно знаю, что люди уезжают, уезжают из родных мест, посещают аэропорты для того, чтобы очно участвовать. Те люди, кто уже с этим заболеванием и дошел до клинических исследований, они уже приняли решение. И это решение жить. И появление ковида, появление новых рамок, которые у нас сейчас диктует наше общество и государство, это лишь дополнительный какой-то этап, который им надо преодолеть для того, чтобы получить свой шанс на жизнь. Это если совсем коротко. Все-таки я знаю, что достаточно ограниченных возможностей по приобретению тех же самых масок, антисептиков. Вы оказываете, как пациентская организация, поддержку пациентам, для того, чтобы они посещали исследовательские центры. Расскажите немного про эту инициативу, потому что у нас смотрят пациенты тоже. И может быть, они к вам обратятся за поддержкой, за помощью. Потому что если пойти попробовать купить маски, это действительно же невозможно. По вопросам маскам, санитайзеров. Мы действительно сейчас идем в глобальную работу. И по большей части сейчас обращаются даже не пациенты, а обращаются в больницы. Обращаются в больницы с пожеланиями, которые мы реализуем с помощью коммерческих партнеров и предоставляем им все необходимое, что от нас требуется. Маски, средства защиты. Да, они у нас есть. Также мы оказываем помощь даже в доставке питания, если это касается многодетных семей, у кого родственники как раз являются пациентами, и у них нет сейчас такой возможности, чтобы приобретать продукты и лишний раз выходить за этими продуктами. То есть мы доставляем комплексные обеды. Вместе с ними мы также даем огромные канистры санитайзеров и предоставляем маски. То есть эти инициативы мы также оказываем. Хорошо. Если мы поговорим все-таки про само проведение клинических исследований, те изменения, которые сейчас возникают в жизни пациентов, которые участвуют в исследованиях, это приход курьеров каких-то незнакомых, большое количество телефонных переговоров, может быть, ограничения по передвижению. До вас доходили какие-то обсуждения у пациентов? Говорили ли они, проявляли какое-то свое недовольство? Или, может быть, какие-то свои идеи высказывали, что можно сделать лучше, более понятное для пациентов? Или в целом пока еще мало что доходило? У большинства пациентов сейчас у всех есть телефоны своих врачей. Они всегда с ними на связи. Сами лечащие врачи, они все, что можно, они все полностью переводят в дистанционный режим. То есть все сигналы, которые поступают от пациентов, они идут напрямую врачу. Естественно, сами врачи, если есть возможность не посещать центр, тогда, конечно же, они рекомендуют остаться. По вопросам курьеров, они и так всегда есть в нашей жизни. То есть если человеку необходимо передать анализы, то, конечно, его проще и безопаснее передать через курьера, чем самому ехать на такси или тем более на метро, ехать в центр и отдавать его самолично. Мне кажется, что перевод, мы давно уже стояли на некой грани, к большей цифровизации, к толчку для телемедицины. И какая бы сейчас ситуация ни была в стране, мы в любом случае из нее вынесем больше, потому что есть маломобильные пациенты, которым необходима помощь родственников. Людям надо было отпрашиваться с работы, чтобы их отвезти. Многие вопросы сейчас решаются дистанционно. Спасибо большое. Коллеги, есть ли какой-то вопрос? Потому что есть уникальная возможность сейчас обсудить какие-то те инициативы, которые применяются в центрах с представителями большой, крупной, наверное, самой крупной пациентской организации у нас и активной. И можно по меньшей мере разработать какие-то механизмы взаимодействия, обсуждения, решения вопросов. Мы, Ксения Геннадьевна, вас не будем отпускать далеко, потому что наверняка будут какие-то еще возникать вопросы. Например, что нам кажется вполне, скажем, простым. Может быть, с точки зрения пациентов это кажется сложным. Поэтому будем держать коммуникацию. И, коллеги, если кому-то нужно будет пообщаться с пациентской организацией, все контакты вам будут тоже предоставлены. Не возражаете, Ксения Геннадьевна? Да, конечно. Хорошо. Коллеги, мы потихонечку передвигаемся в сторону обсуждения работы и устройства деятельности во время пандемии. В исследовательском центре у нас названы два сообщения одинаково. Центр притяжения или центр распределения. Это не случайно названо так. Просто один центр у нас будет представлен государственным центром. Алина Сергеевна Агафина расскажет про сороковую больницу. Алина Сергеевна, вы на связи? Я на связи. Сейчас включаю видео. Да, включайте видео. Вы тоже в масочке. Да, все сразу ясно, что вы, так сказать, соблюдаете. У нас не так много людей, которые в масочке. Поэтому к Андрею Альбертовичу тоже люди в маске заходят, я вижу, в кабинете. Хорошо. Алина Сергеевна, расскажите. Все-таки вы, помимо того, что у вас центр крупнейший по клиническим исследованиям, вы опнейший главный исследователь, у вас еще и развернут фактически инфекционный госпиталь. Да, правильно? Это правильная информация? Да, Илья Альбертович. Расскажите, как в этих ситуациях клинические исследования работают? Ну что, я могу сказать, что эпидемия ковида проехалась по нам еще даже не став эпидемией. В настоящее время развернут инфекционный госпиталь как раз на тех местах, где раньше располагался наш отдел клинических исследований. Томпидемия у нас началась с переезда. То есть нам сразу же сказали, что, ребята, вероятность 2% того, что здесь будут развернуты дополнительные инфекционные койки. Эти 2% переросли в 100%, и нам надо было буквально за короткий срок написать этот самый дизастер-план. Ну, в первую очередь, конечно, как я писала уже в Фейсбуке, это прошла инвентаризация проектов. Все проекты были разделены на несколько групп. То, что можно было закрыто, попросили, закрыли. С остальными проектами там, где идет подготовка к закрытию, первички вывезены в доступный ближайший архив. Файлы в основном все законсервированы в шкафах, потому что все, естественно, перенести невозможно. Все активные проекты переехали вместе с нами в полном составе. Это что касается данных. То есть, да, был написан так называемый дизастер-план, и когда нам буквально в пятницу с утра сказали, что, ребята, вы переезжаете, благодаря этому плану нам удалось переехать в считанные дни, буквально в 2 дня перевезти, 2 этажа отдела, поверьте, это много, но каждый знал, за что хвататься, хотя все хватались, как всегда, за все. Ну вот, наверное, что я сделала, значит, это мы говорим про данные, персонал, про своих сотрудников. Что сделала я самым первым, когда поняла, что нас ждет? Я пошла к коллегам, к психиатрам. Мы внимательно с ними обсудили ситуацию, и мы запаслись рецептами абсолютно на все группы препаратов. И пока они есть в аптеках, мы выкупили. Потому что мы реально понимаем, что врач спаси себя сам, в первую очередь мы должны быть стабильны психически. Я как невролог очень хорошо отношусь к коллегам-психиатрам, и я считаю, что в нынешнее время выбор антидепрессантов должен лежать у каждого врача на столе, а у каждого руководителя, который должен понимать, что кому он из своих сотрудников даст. Это вот must-have касательно персонала. Первое. А второе дальше. Пациенты. Когда все начиналось, мы очень быстро, максимально провели практически все визиты, которые можно было провести, особенно в протоколах с широким окном, и отпустили их на трехмесячный перерыв. И мы, конечно, вал визитов будем видеть уже в июне-в июле, а там будем смотреть по ситуации. Часть визитов осталась, и мы их проводим. То есть, да, мы разработали... Нам пришлось написать СОПы для удаленного мониторинга, которые за собой потянули еще несколько СОПов. То есть, я всегда к СОПам лично относилась, так, может быть, немножко несерьезно, но тут, видимо, настал тот момент, тот день, час, когда все сели и дружно коллективным творчеством начали создавать. СОП по удаленному визиту он должен включать, начиная с того, что медсестра должна взять и в каком количестве. Пока еще можно было закупить СИЗы. Мы самостоятельно, где только могли, с онлайн-доставкой закупили и костюмы, и костюмы маляра, и респираторы, и строительные, и нестроительные, и вообще все, что можно было. Ну, сейчас нас больница, в принципе, обеспечивает, ну, на всякий случай, мало ли что. Мы предложили практически всем компаниям возможность проведения визитов на дому с максимальным функционалом. То есть, что мы можем? Ну, начиная от вайталов и забрать кровь, которую потом отправят в центральную лабораторию, также выполнить ЭКГ своим переносным кардиографом. Ну, и практически часть визитов этим и ограничивает. То есть, ну, 90% данных сохранить. Не всегда мы были встречены с пониманием. Многие компании, особенно крупные компании, готовы отказаться от этих данных, списывая все на COVID. Ну, поговорите с ними по телефону, а там как придется. Поэтому у нас стал вопрос, если пациенты до 65, они еще к нам готовы приехать, то пациентов старше 65 мы даже к себе не приглашаем. Пока мониторим по телефону. Сейчас широко предлагается забор крови инвитро и доставка препарат курьерскими службами. Я к этому отношусь как главный исследователь не очень хорошо. Я не знаю, кто приедет из инвитро, я не знаю, насколько этот человек владеет вейнопункцией. Я не хочу потом в условиях ковида разбираться с гематомами, с другими какими-то последствиями. Все-таки забор крови, надо понимать, это инвазивная процедура. С какими-то гнулифтическими осложнениями сейчас это ни к чему. Тоже касается, что и курьерских компаний, на мой взгляд, это сейчас самые основные разносчики, к сожалению, инфекции. Мы каждый день видим курьеров, и только процентов 20 к нам приезжает в перчатках, ну и процентов, наверное, 50 в масках. То есть я понимаю, эти же курьеры в таком же виде поедут к пациенту. Я этого насмотрела. Часть курьеров мы вынуждены, так как у нас масочный режим, принимать за пределами учреждения, выходить, либо, если что-то тяжеленькое, выносить ему свою маску, одевать, и он только к нам заходит, ну, либо все это забирать. Это что касается визитов пациентов. Что еще мы сделали? Мы еще развернули, мы попытались сохранить мониторинг. Во всяком случае, не знаю, сохранили ли мы его, но попытка сделана. То есть на серверах, на наших больницах, спасибо огромное нашему IT-отделу, мы развернули облако, то есть физически получаются данные у нас, куда мы можем сканировать все наши документы. Изначально мы планировали сканировать только заслепленные данные, сейчас мы понимаем, что если мы физически не выносим из центра, то, скорее всего, мы можем сканировать и информированные согласия, и какие-то еще личные данные. Каждый монитор, тот, кто изъявил желание пользоваться данной услугой, получает свой пароль доступ, он попадает исключительно в свою папку, и у него с любого устройства есть возможность для просмотра PDF-файлов. Скачивание запрещено, но если, конечно, кто-то будет фотографировать экран, ну, с таким же успехом человек может фотографировать у нас те же согласия и находясь в центре. Так, ну, наверное, вкратце я рассказала все. Если я о чем-то забыла, пожалуйста, напомните. Алина Сергеевна, я хотел спросить, вот в связи с тем, что все-таки, ну, это инвитеры, да, там вот они приезжают, это ваша позиция мне понятна, она близка и такая четкая. Но все-таки, наверное, обеспечить всех пациентов там своими выездными бригадами очень сложно. Да, у нас, например, в центре есть пациенты в других регионах, там, Москва, там, и другие города. Да, так или иначе, мы взаимодействуем с заказчиками, со спонсорами и обсуждаем возможность привлечения, там, инвитера или другие аналогичные лабораторные службы, которые приезжают к пациентам. Как можно снизить риск, действительно, вот этих вот непредвиденных, да, явлений, да, которые возникают у пациентов, участников исследований. Да, может быть, запрашивать тогда резюме от участников. Это же фактически, вот эта медсестра, это становится членом команды или нет? Ну как, что-то же нужно делать, потому что надо же как-то пластично быть, потому что не просто там, ну, там, нет, мы против, надо, мы, как лучше. Ну, смотрите, как у нас, как показала наша практика, те пациенты, которые у нас оказались в других регионах, к ним никто никого не вызывает. Как они и сидят, и ждут, даже препарат пока к ним еще не доставляется. Все-таки 90% наших пациентов это наши, городские, и если мы это можем обеспечить им, то, мне кажется, мы это должны обеспечить. Старше, младше 65, ну, все-таки они еще могут к нам приехать. Главное предоставление транспорта, такси. Которые старше 65, думаю, центры должны как-то подумать и обеспечить выездными бригадами. Ну, я согласен, да. Мы потому что по тому же самому механизму идем, у нас разработан логарифм выездных служб, мы сейчас вот на этот путь встаем, не могу сказать, что он прямо активно работает, потому что еще там есть определенные договорные сложности, да, вы как выходите из этой ситуации? Допсоглашения какие-то со спонсорами заключаете или нет еще? Или просто вот едете, мы заключаем, значит, те спонсоры, которые согласны, мы заключаем с ними Допсоглашение. Но, к сожалению, вот сейчас просто поделюсь, ситуация буквально сегодняшнего утра. Приходит ко мне мой координатор, то есть компания, которая вначале отказалась от заключения Допсоглашения, сказала, нам это не надо, но все, ребята, замечательно. Будем проводить визиты по телефону. Никаких вопросов нет. Координатору звонит координатор другой компании и говорит, вы знаете, мне ваши данные дала-то та компания, мы будем проводить визиты на дому у ваших пациентов. На что корректор пришел, говорит, а вы, говорит, как-то главного исследователя хотя бы поставили, проинформировали? Нет, нам сказали, API им не звонить, звонить координаторам. То есть я позвонила в компанию, компания достаточно большая, крупная, они сказали, ну, мы не знаем, мы не в курсе. Поэтому если компании нанимают другие компании, да, то есть их как-то пытаются в обход главных исследователей туда запустить своих координаторов, то я думаю, ничего страшного, если компании наймут главных исследователей. Ваше мнение, Артем Николаевич. Не, ну, мне близка ваша позиция. Мне кажется, что в любом случае есть смысл какого-то диалога, да, не ведения какой-то партизанской войны там с исследовательской командой, да, а просто обсудить, если команда может предоставить, потому что мы, например, покрываем всю территорию Российской Федерации, да, и вот там центры Андрея Альбертовича, Мещерякова наверняка тоже покрывают, и нам обеспечить всех пациентов по всей России, конечно, нет. Нам нужно выработать какое-то четкое взаимодействие с вендорами, и возможно, что как раз разработать с вендорами какой-то, ну, обмен документами. Мне представляется, что если вот у нас едет к нашим пациентам, которых мы лечим, ну, долго лечим или недолго лечим, но очень трепетно к ним относимся, да, едет какой-то малоквалифицированный медицинский персонал, то, наверное, нужно поставить какие-то преграды для этого. Нужно, чтобы ехал какой-то, ну, компетентный человек, пускай в небольшой какой-то сфере, там, забор крови, но все равно это должен быть человек, который возьмет все, сделает качественно и уедет. Да, ну и процедура, опять же, как заходят вот эти вот, там, лабораторные службы в квартиру к пациенту, с каким соблюдением, с какого регламента. Это тоже хорошо бы знать, потому что возможно, что пациенту приехать в исследовательский центр безопаснее, чем пустить какую-то курьерскую службу. Тут я согласен. Наверное, есть мысль как раз в процессе вебинара, там, и после вебинара обсудить какие-то, ну, самые основные такие ожидания, да, там, терротребования от исследовательских центров к вендорам, которые посещают пациентов. Мне кажется, что это вполне разумно. Это не с точки зрения какого-то нагнетания, да, или создания сложности. Это с точки зрения обеспечения безопасности пациентов в какой-то, в той мере, в которой мы можем. Коллеги, там есть вопросы еще у нас какие-то, Калина Сергеевна? Да, Мария. Да, да, коллеги. У меня, знаете, вопрос какой интересный по поводу информированного согласия. Вы сказали, что у вас есть линия выделенная или там как-то вот программный вариант технически, когда можно осуществить удаленный мониторинг. Ну, вы можете, я понимаю, там анонимизированные документы первичные, заслепленные, куда загрузить, как-то так, наверное. А вот вопрос оценки валидности информированного согласия со стороны мониторов, как вот здесь ваша точка зрения? Можете ли вы предоставить каким-то образом монитору это согласие или дать доступ или показать, как это делать? Нет, тут как раз, если он приедет в центр, конечно, мы ему это согласие дадим. А если не приедет, если это удаленный мониторинг? Знаете, вот тут у меня встречный вопрос. Он говорит, поначалу мы только все заслепленное выгружали, но если это физически находится на наших серверах, если монитор имеет доступ только к просмотру, а не к выкачиванию файла. Почему мы не можем выложить сканы с персональными данными? Зачем мы будем все это закрывать? Ведь это практически... Процедура есть какая-то у вас тогда, да? Да, было выкладывание, хранение, безопасность. Вот здесь вот есть... У нас есть общие процедуры по безопасности, потому что на этих же серверах хранятся персональные данные пациентов, а там достаточно жесткие ограничения. И вот именно там же выделено, но вот облако для нас. То есть, по большому счету, мы еще информируем согласие туда, не выкладывали, но мне кажется, что это возможно. Информированное согласие и скрининги, чтобы или джибельный силой монитор мог проверить доказательства. Ну, как считаете? Ну, вопрос именно так, чтобы эти персональные данные не стали достоянием третьей стороны. Здесь вот именно вот этот аспект. Они могут стать достоянием третьей стороны, если монитор их сфотографирует. Загрузить... Ну, так как во время визита, да, вы говорите. Да. Это, в принципе, то же самое. Да. Спасибо, интересно, да. Спасибо. Коллеги, вопросы? Двигаемся дальше. Константин Анатольевич, все-таки, да, Алина Сергеевна руководит департаментом клинических исследований в крупнейшем исследовательском центре государственного подчинения. Да, и к тому же возникло еще такое обременение, как развернутый инфекционный госпиталь, как мы выяснили, на территории отдела клинических исследований. У вас гораздо проще ситуация, но тем не менее, вы приняли тоже, я знаю, достаточно серьезные меры для того, чтобы защитить методологии проведения исследований и пациентов. Расскажите вкратце. Здравствуйте, Николаевич. Действительно, все так и есть. Я тоже хотел бы немножко поделиться такими некоторыми вначале ощущениями, в самом начале, ощущениями от работы нашей работы, от работы наших коллег из контрактов с северских организаций, компаний, спонсоров. И вот поддержать мысль, которую в самом конце Алина Сергеевна озвучила, по поводу того, что она упомянула визиты, согласование с главным исследователем, и так далее. Да, в действительности, ощущение в самом начале было то, что люди не знают, что делать. Да, то есть, что делать, туда бежать. Такая основная концепция. И на нас это тоже очень серьезным образом повлияло. Потому что, если вы вспомните технологию событий, мы помним приказ Минздрава, мы помним постановление государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, номер один, номер два, номер три. Все вот эти вещи, которые издавал наш регулятор или организация, которая вписана среди за благополучием, население в Российской Федерации, они все вызвали кучу, бурю, огромное количество вопросов со стороны компании, которые занимаются проведением клинических исследований. И честно сказать, я могу сказать, что значительная часть своей работы в самом начале вот этого процесса была связана значительная часть работы с объяснением того, что мы делаем и куда бежим. То есть, каким образом вот эти решения регулятора и там вот Роспотребнадзора влияют на проведение клинических исследований. Вот. То есть, это, в принципе, такая очень серьезная была задача, серьезная работа. Объяснить, что мы делаем, да, и как это повлияет на проводимые нами клинические исследования. Следующая, вторая стадия, которая возникла, это информирование нас уже со стороны организации, со стороны контракта, со стороны компании, спонсоров о том, что делать нам с этим пациентом. Это была вторая волна, да. Притом, тоже могу сказать, что все это было совершенно по-разному. Если есть компания локальная, российская, то у нее путь между головой и рукой, да, или там, ногой очень короткий, да. То есть, вот этот... Вот. И поэтому они достаточно быстро реагировали, реагировали достаточно адекватно. Вот, с другой стороны, если это глобальное исследование, крупное исследование, то до нас доходили рекомендации, которые, ну, как бы, имели малый фактический смысл, прямо скажем, да. То есть, это в основном была информация о том, что возможно проведение удаленной, проинформируйте, безопасность это превыше всего, права человека. Ну, то есть, такие вещи, которые, конечно же, очень важны, но в фактическом плане мало применимы. Вот. К чему это привело? Потому что вся эта информация, естественно, образом мы ее принимали, по сведению. Мы ее должны были потом подать в локалистические комитеты, соответственно, за эту информацию шли обновления протоколов, обновления протоколов, шли обновления формирования согласия, которые также повлияли, тоже потребовали подачу в локалистический комитет. В локалистический комитет. По большому счету, вот еще, как бы, скажем так, мы еще ничего не сделали, да, вообще ничего не сделали, но мы уже так серьезным образом поработали в бумажном плане. Вот. Это, конечно, к чему это говорит? Потому что, наверное, потому что мы раньше с этим не сталкивались, не мы, не организаторы исследования, не раньше с этим не сталкивались. И поэтому, конечно, некоторый хаос в самом начале, он имел место быть. Но хочу сказать, что есть и другие примеры, есть примеры тех организаций, которые в самом начале действовали совершенно четко, самое главное, смело, да, это очень важно, я считаю, смело и как бы четко, да, то есть, которые приняли определенные меры по действительности, по защите тех пациентов, которые участвуют в медицинских исследованиях, да, то есть, они были смело. То есть, очень просто, как бы сказать, стоп-скрининг, примите меры, да, то есть, это очень просто сделать. Гораздо сложнее предпринять конкретные меры с основным способом. Вот такие организации были, и вот мы сейчас вот, Арина Сергеевна упоминала про, например, про то, что они с усилиями своего собственного центра делают некоторые, как бы, инструменты, механизмы, для помощи которого становится возможно удаленный мониторинг, но с другой стороны есть примеры и организации, да, компаний-спонсоров, которые уже сделали, уже внедрили в практику, да, и мы во все эти инструменты используем, да, то есть, что сейчас представляют эти инструменты, если вдруг интересно, это, как бы, грубо говоря, настройка на индивидуальные регистрационные рекомендации, системные сборы информации, ну, то есть, серые, как называют наши, которые позволяют загружать анонимизированные данные, первичные дабры, и могут сочетать верификацию данных, то есть, в принципе, вот примеры, пожалуйста, такие, также спонсоры, часть спонсоров, например, сделали, что, они помогли с организацией визитов на даму, да, то есть, мы, конечно же, были за, потому что часть пациентов просто отказывается от посещения исследовательского пациента, да, и, естественно, для них решение, что к ним приедет доктор, который конкурсультирует, сделать необходимые иммунитивные пепуляции, конечно, это было спасение для таких пациентов в целом для клинических исследований. То есть, это организация такси, организация, может быть, даже поставки каких-то ассептиков и так далее, вот некоторые из компаний именно с кем-то у нас. Вот, то есть, в принципе, это все такое со стороны спонсора. Вот, а какие же меры в центре могли быть? Третьки нет, я понимаю, с нами, да, вот, Мария вспомнила, три пункта я записал даже себе на из дачек, дизастр-план, риск, риск-бейс-подход, да, изменение документов, вот эти три пункта, которые я напоминал, то в действительности все эти вещи, вот я сейчас понял, да, что мы все эти вещи не примем, да, с выходом решения и постановления, точнее, государственных санитарных врачей, да, мы выпускали приказы, да, то есть, новые приказы управляющего руководства администрации нашего учреждения, да, который вводил дополнительные меры по борьбе с распространением инфекций, да. Это немножко бумажная работа, но она имела за собой практический смысл, да, потому что это не только приказы и конкретные инструкции для персонала, начиная от мытья рук, да, из дезинфекции помещений и заканчивая просто алгоритм работы с пациентом, у которого возможно, 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 будет появлена коронавирусная инфекция, да, то есть, в принципе, это такая речь. Это, собственно говоря, это называется дизастер, да, дизастер-плав, да. Результатом всех вот этих документов, да, стал выход под такой документ, я сейчас даже покажу, может быть, видно его, да, он называется стандарт безопасной деятельности, да, нашей организации, вот, то есть, в принципе, который включался, включает в себя, там, не знаю, там, 8-ми страничный документ, который включает в себя все предыдущие приказы, вместе, не в одном месте, даже не приказы, а выше, мы выясним, да, что нам нужно делать для того, чтобы проводить наши клинические исследования и снизить риск инфицирования, да, риск устранения коронавирусной инфекции, вот, да, то есть, соответственно, чтобы этому следовать, нужно обучиться, да, то есть, в наших внутренних модулях, модулях для обучения каждый сотрудник прошел, прошел тест, об этом всем и теперь применяет на практике, да, но это мы говорим какие-то организационные кричатки, есть еще и противоиндемические мероприятия, озвучить особенно не буду, тут, понятное дело, что коллеги, особенно врачи, они в этом разбирают еще не хуже меня, да, но скажу так, что у нас клиника, вот, которая на Гагарине расположена, она, это все-таки поликлиническая, да, то есть, она, это все-таки изначально поликлиника, да, по своему, по архитектуре, скажем так, да, поэтому в ней есть некоторые сложности с ограничением потолков пациентов, так далее, но тем не менее, было выделено две зоны, зона красная и зона зеленая, и выделен персонал, зеленый и красный персонал, то есть, тот персонал, который первично может общаться с пациентами, которые теоретически могут быть носителями или больными коронавирусной инфекции, и те люди, которые, конечно же, с такими пациентами уже не общаются и риск меньше, да, это повлияло на проведение клиники, то есть, если пациент приходит в центр и для него должны быть эти процедуры, то он не идет сразу в кабинет врача, он сразу проходит сам пропускник, там, где его ждет врач-терапевт, который, соответственно, образом его осматривает, после этого осмотр, заполнение опросника специального с точки зрения вращения эпидоанамнеза, вот, и, конечно же, только после всех этих процедур пациент проходит дальнейшие процедуры в рамках клинического исследования, то есть, это то, что на пациента повлияло. Вот, уборки, все это, все понятно, вопросов, конечно же, нет, но, естественно, сейчас немножко у нас снизилась, снизилась, немножко, это мягко говоря, большинство исследований, естественно, скрининг закрыт, по текущим пациентам, по текущим исследованиям, где есть текущие пациенты, мы проводим часто визиты на дому, я с аргенцией первой, что с теми, я тоже поддерживаю, и у вас в том, что есть вопросы к решению наших организаторов в клинической исследовании, направить там вот этих представителей лаборатории для забора крови, я тоже, кстати, крайне против этого, лучше мы можем, мы имеем возможность организовать визиты на дому, в нашем центре, мы лучше делаем это самостоятельно, даже без изменения, ну, в бюджетах клинического исследования. Вот. Ну, а подытоживая немножко вот такие вещи, могу сказать, что, конечно же, итогом вот всего этих переприятий я очень надеюсь, что станет то, что мы все будем хорошо знать, разбираться, что нам делать в будущем. Главное, чтобы знал хорошо регулятор, да, и не смущал нас своими постановлениями, различными приказами, да, которые, вот, могут в смысле, ну, как вызвать парт-миакарбок, вот, вот, или инсульт. Не смущал нас этим, да, чтобы понимал, что помимо стационарной помощи, поликлинической помощи существует еще такая вещь, как клинические исследования, да, и там есть пациенты, для которых это последний шанс, да, и просто так делать какое-то постановление, решение, без учета этого, конечно же, не должно быть такого. Вот, и, конечно же, организаторы клинических исследований должны понимать, каким образом, каким образом они могут понять, помочь нашим пациентам и нам, соответственно, да, со всеми этими процедурами в рамках клинических исследований. Вот, вот такое у меня. Так, Константин Анатольевич. А все-таки вы работаете со здоровыми добровольцами. У меня вот возник вопрос следующий, да, если, допустим, здоровый добровольец, вы сейчас проводите клинические исследования с ними, да? Да, я хочу сказать, что мы проводим в том числе и клинические исследования, например, на Мерсе, да, это Миддл Уист, это тоже коронавирус, да, это тоже вакцина, вот, но только ближневосточного синдрома респираторного. Я просто к тому, что, конечно же, такие исследования мы в действительности проводим, а в следующей неделе мы планируем исследование первого паза. Нам немного повезло, я могу сказать, да, о том, что мы, когда все это дело началось, у нас не было ни одного крупного исследования на здоровых добровольцев, то есть, какой-нибудь исследование биоруководительности в ходу, да, то есть, в принципе, не очень пострадали, и нам не приходилось принимать решения, да, возможно, какое-то сложное. Вот, у нас идет исследование первой фазы, мы его продолжаем, в следующей неделе запланирован скрининг этих добровольцев, а я потому что сказал по пуху с ближневосточного респираторного синдрома, о том, что, конечно же, не проводя исследования на добровольцах, сложно представить себе решение проблемы с коронавирусной инфекцией в принципе, да, то есть, наверное, вот те клинические исследования вакцины, которые планируются в июне, да, они же будут включать себя, естественно, здоровым добровольцем, без этого никуда. Но, необходим, естественно, второй пункт, то, что Мария Анатольевна сказала, риск будет, да, риск будет. Так, ладно, хорошо, у меня-то вопрос, сейчас, я стараюсь свой вопрос закончить, Константин Анатольевич, все-таки, да, вы проводите исследование со здоровыми добровольцами. Вот, пока, я так понимаю, не регламентирован никак риск заражения коронавирусом здоровым добровольцем во время проведения клинического исследования или вообще в целом любого субъекта исследования. Как вообще вот этот риск, он существует, не существует? И как, ну, вообще, сейчас вот, если предположим, пациент участвует в клиническом исследовании, он ради того, чтобы участвовать в клиническом исследовании, появляется в исследовательском центре, да, И потом появляется версия, что заражение коронавирусом произошло именно во время участия. Как вот эта ситуация? Она подходит под страховой случай или вообще сложная ситуация? Я, на самом деле, не готов ответить сразу. Я просто хочу сказать, что насчет риска, конечно же, риск выше. Естественно, если человек сидит дома, а тут он приходится в клинику, то есть участвует в исследовании, естественно, риск выше. В принципе, наверное, там невозможно, лучше не проводить там, где-то можно. И в действительности так и сделали. Большинство организаторов клинических исследований отложили старые клинические исследования, особенно в таких исследований биоплорентости и так далее. То есть это действительно так. Но с другой стороны, мы же тоже риск-бейст. То есть у нас существует большое количество отдельных палат, и мы сейчас просто то, что делали раньше в отношении добровольцев, когда они лежали там по 4-5 отношений в палате, мы все, конечно, такого уже не допускаем, не можем. У нас шансы в палат отдельных, соответственно, в этих отдельных палатах каждый человек будет находиться. Если мы выйдем с статализации вот этого исследований биоплорентости, как я упомянул. Да, конечно, слушайте, это, естественно, повышает риск, но, как говорится, как бы... Ну, нужно ли подписать, может, какой-то... Да, иначе проще все закрыть и вообще не бояться коронавируса. Ну, может быть, какую-то формулировку дополнительную сделать в информированном согласии, что пациент берет на себя какие-то части рисков по поводу того, что может заболеть? Поделюсь опытом, да, в действительности. Вот я недавно подавал отечественник комитет о том, что я вначале упоминал, что мы в отечественник комитета подаем отновленные протоколы, отновленные согласия, и в новом согласии, вот, к примеру, да, сегодня, которое я читал, там как раз о том, что существуют определенные процедуры, да, как в отношении пациента, который предназначен для выявления коронавирусной инфекции, да, то есть, в принципе, наверное, это должно быть указано в формировании согласия, но мы применяем эти меры уже сейчас без этого, конечно, без этого. Так, спасибо большое, Константин Владимирович. Коллеги, есть вопросы? Нашу дискуссию обеспечивает Олег Молдаван, да, это наш супертехнический специалист, и он мне дал информацию, что нас смотрят 100 человек, да, из них, порядка 60, да, Андрей, сейчас секунду, порядка 60 врачей-исследователей, чтобы вот эта вся, ну, беседа, она не была просто беседой, и Алина Сергеевна, да, и Константин Анатольевич, у вас есть уже какие-то нормативные документы, давайте в течение двух недель соберем какие-то, ну, такие черновички, да, и сделаем, ну, общий обмен документами, чтобы все исследователи, которые вовлечены сейчас и в лечебную работу, и в клинические исследования, чтобы им было попроще, предоставим эти документы, и, мне кажется, будет тогда польза, ну, преподаваемая. Да, можно взять какие-то серверы, куда сложить, кто-то настоящий человек, который их себе прочтет и поймет их. Ну, я думаю, что можно в Google Doc какую-то ссылку сделать, и открытую пускай заходит, смотрит. Андрей Альберевич, вы хотели сказать, я очень рад вас. Да, если можно, я могу вам рассказать, какие я мера знаю, которые у нас принимаются, которые я лично принимаю, но я хотел бы, может, сразу бы ремарку. Андрей Альберевич, онкология имени Балхина, да, это большое участие. Да, просто есть, да, есть какое-то, это я могу потом сказать, когда дойдет до меня номер, но я хотел бы некоторую ремарку сказать по поводу в целом дискуссии. Я ее слушаю, у меня какое-то впечатление по поводу того, что есть какой-то акцент на какие-то личностные предпочтения и непредпочтения главных исследователей. Я бы хотел обратить внимание, допустим, что вот я когда слышу от кого-то, что я принципиально чего-то против, я всегда хочу спросить, а почему вы так принципиально чего-то против? Я хотел бы обратить внимание коллег, что с моей точки зрения к клиническим исследованиям нужно относиться следующим образом. Клиническое исследование – это исследование нового потенциально эффективного препарата, который мы делаем для больного, прежде всего. Делаем и для компании, и для себя, там есть трехсторонняя часть. Поэтому, во-первых, это клиническое исследование – это такое мероприятие, которое мы для больного делаем. Второе – мы должны соблюдать протокол максимально близко к тому, как его нужно соблюдать. Третье – мы обязательно должны соблюдать безопасность пациента. Если мы чего-то там хотим или не хотим, это все должно уходить на второй план, когда мы работаем в рамках протокола и когда это касается безопасности пациента. Я просто хотел бы сказать, что мне немножко неловко себя чувствую, когда слышу, что, ну, допустим, вопрос забора крови или, допустим, вопрос недоверия к компании. Да, конечно, в каких случаях мог быть проблема с гематомой при заборе анализа крови. Но они могут быть и у медсестры, и в моем исследовательском центре иногда. Может быть, намного реже, но тем не менее могут быть. И всегда существует такое понятие, как риск пользы. Если вы отменяете, допустим, визит пациента или отменяете участие пациента из-за того, что у него может быть гематома после взятия крови в медсестрой, которая приехала из лаборатории, мне кажется, что с точки зрения оценки риска пользы для пациента, конечно, риск отменить клиническое исследование намного более существенный, чем риск получить гематому после забора крови в внешней медсестрой. Я на этом заканчиваю свои комментарии. Но мне кажется, что нужно обязательно придерживаться базовых вещей, для чего, для кого проводятся клинические исследования и в соответствии с какими документами. Конечно, Андрей Альбертович, вы все прям согласны на 100%, и уверен, что все согласны. Разговор шел только о том, что те риски, которые могут возникнуть, было бы здорово каким-то образом предотвратить. Не то, что запрещать или создавать какие-то препоны или действительно выпящивать свое какое-то собственное мнение, а чтобы было понятно, как можно предотвратить то, что может возникнуть. Вот и все. То есть какой-то небольшой пункт, 1, 2, 3. Желательно, чтобы пациентам, которые принимают участие в клинических исследованиях, например, пережал сотрудник, который имеет трехлетний опыт хотя бы венопункции. Ну, например. То есть не просто то, что поехал какой-то любой специалист, а поехал тот, который более опытный, чем другой. Только вот об этом речь шла. Спасибо большое за комментарий. Коллеги, еще вопросы, предложения. Двигаемся дальше. У нас есть, наверное, в общем-то уже не секрет, что ни один исследовательский центр пострадал от коронавируса. И уже, к сожалению, есть и мониторы заболевшие, и уже есть даже, которые поправились. Есть уже врачи-исследователи, которые заболели. Есть трагические ситуации. У нас сегодня Ксения Евгеньевна Коновалова, доктор, который находится в изоляции и проводит клинические исследования по принципу партизанских действий. Никто ее как будто бы не видит, но тем не менее она все делает. Расскажите, Ксения Евгеньевна, про ваш опыт. И если можно, знали бы вы, что вас отправят на карантин, что бы вы сделали, где бы вы соломку подстелили? Вот об этом тоже. Да, действительно, уважаемые коллеги, здравствуйте. Хотелось бы рассказать о нескольких моментах, которые на самом деле очень просты. И я думаю, что все исследователи с ними, главные исследователи сталкивались, но тем не менее в нынешней ситуации нужно уделить, ну, скажем так, или, может быть, это будет, я надеюсь, вам полезно, если вы на эти моменты уделите внимание. С чем вы столкнулись? С тем, что, грубо говоря, сегодня мы работаем, центр активный, все хорошо, все замечательно. После обеда выясняется, что у одного пациента просто в рамках отделения, которое не проходит лечение в рамках клинического исследования, выявляется положительный анализ на COVID. И с завтрашнего дня все сотрудники отделения оказываются на карантине. Естественно, первая реакция – это паника. Мы думаем, как организовать свою работу. И вот в связи с этим на что бы хотелось внимание обратить. Во-первых, это достаточное количество сотрудников центра. То есть вот эта вот любимая функция бэкап, она в нынешнее время должна быть очень-очень хорошо освещена в рамках одного центра. Обязательно делегирование полномочий с широким списком полномочий для того, чтобы все члены команды обязательно были взаимозаменяемы. Может быть логично включать в состав команды членов и сотрудников других отделений для того, чтобы вот с той ситуацией, с которой столкнулись мы, у нас целый целиком состав отделения ушел на принудительную самоизоляцию, на карантин. То есть для того, чтобы была возможность выполнять свои функции, для того, чтобы центр функционировал. К тому же во многих учреждениях ни один исследовательский центр может быть создание какой-то единой коалиции исследовательских центров на момент вот этой вот эпидемии, для того, чтобы, скажем так, максимально обеспечить взаимозаменяемость. Плюс обязательно это бэкап должен касаться не только персонала центра, но и обязательно фасибити, создание дополнительных бэкапных аптек, для того, чтобы площадок, на которых мы могли провести все процедуры, которые предусмотрены клиническим исследованием. Также очень логичным и нужным является в период именно работы активной исследовательского центра, это повысить вовлеченность и информированность всех сотрудников о тех клинических исследованиях и о том состоянии, так скажем, протокола, в котором оно сейчас находится. Для того, чтобы все были вовлечены, информированы, что происходит сейчас, чтобы все могли заменить, грубо говоря, товарища, который вдруг неожиданно отправился на карантин, чтобы не было паники именно в том отношении, что люди не знают, что сделать, как сделать и в какой порядке, в какой последовательности. Опять же, еще один важный момент, очень простой, это создание четкого графика визитов пациентов в центре, который не будет касаться одного какого-то исследования, а вот именно массивный широкий график, который касается всего исследовательского центра. Плюс обязательно это четкая работа с нашими коллегами, с мониторами, с представителями СРА, с спонсорами, то есть информирование их о случившейся ситуации, если пришлось идти на карантин для того, чтобы выработать какую-то стратегию поведения, потому что все-таки это не односторонняя работа, это работа наша общая, и совместными усилиями мы можем выявить и выработать ту стратегию, которая поможет нам справиться с данной ситуацией. Ну и еще один такой момент, это может быть создание какого-то информационного тревожного чемоданчика для исследователя, то есть чтобы он мог работать вне своего рабочего места, грубо говоря, это электронная версия тех документов, которые ему понадобятся для работы. Вот, так что на самом деле ничего сверхъестественного, ничего сложного, но я думаю, что нынешняя ситуация позволит нам быть более пластичными, живыми и более общительными, и только вместе мы сможем справиться с данной ситуацией. Спасибо, Ксения Евгеньевна, это замечательно. Но если в деталях все-таки рассказать, как вы сейчас планируете визиты, то у вас проводятся какие-то визитки пациентов? Да, конечно, естественно. То есть когда к нам поступила эта информация, мы после 10 минут шока составили график визитов, которые у нас должны быть у наших пациентов, и, естественно, рассмотрели окно визита, и те визиты, которые мы можем провести пациентам уже по окончании карантина, конечно, мы, если они входят в рамки визита, то мы их перенесли. Те визиты, которые мы не смогли перенести, наш состав исследовательской команды позволяет нам, то есть у нас были люди, которые не попали под рамки карантина, они активно функционируют, плюс бекапные площадки. Это мы использовали другие отделения площадки, их оборудование, то есть все сертифицированное, сертифицированное, плюс аптеки тех отделений. Нам пришлось в части исследований ввести новых членов команды, но мы за это время все успели сделать. То есть самое главное не поддаваться панике, разработать четкий план, и все на самом деле реально. И еще один важный момент, чтобы было то количество информации, которое обеспечит тебе возможность координировать весь этот механизм отдаленно. Конечно, есть свои особенности, но тем не менее, со всем можно справиться. Вот мы сегодня обсуждали привлечение сторонних компаний, которые забирают, например, кровь. У вас такой опыт сейчас есть или нет еще? Еще пока нету. Нету, потому что, может быть, у нас так совпало, что все у нас обошлось хорошо, пациенты, которые приходили на визиты, это были пациенты младше 65 лет, то есть они могли прийти на визиты, ну и очень много спонсоров пошло на уступки в плане того, что обеспечение такси пациентам. То есть в принципе мы, я думаю, малой кровью обошлись в данной ситуации. Но в принципе, если возникает такая ситуация, я думаю, это очень хороший выход. И чем, опять же, пропустить визит? И самое же главное даже не в том, что мы пропустим визит. Во-первых, пострадает пациент, он не получит вовремя свое дозирование, нарушится план лечения, и все-таки мы должны думать о пациентах. Наша задача сделать то, чтобы, скажем так, все внешние условия минимально сказались на проведении лечения и, ну, естественно, соблюдение максимального числа количества процедур. Поэтому, в принципе, вот такой вот выездной способ проведения каких-то процедур, мне кажется, он очень даже приемлем на внешнюю ситуацию. Спасибо большое, Ксения Евгеньевна. Коллеги на связи, у нас 20 подключений по зуму, поэтому можете смело высказывать свое мнение, говорите, задавайте вопросы. Можно я? Да, Алина Сергеевна, конечно. Да, то есть, ну, два комментария, да, хотелось добавить, да. Видимо, может быть, и так эмоционально выразилось, показалось впечатление, что мы выводим пациента в исследование. Нет, ни в коем случае. Всегда пациенты, они в приоритете. Просто поясню свою позицию. Мне, допустим, спокойнее, когда с пациентом контактирует сотрудник, который, я знаю, у меня в стационаре, проходит еженедельное тестирование. И по большому счету, что мы сейчас, наверное, более безопасны для пациента, чем где-то там внешний человек. Естественно, никто не отказывает ни от визитов пациентов, не дай бог. Большинство визитов, они проведены. И, конечно, мне тоже будет спокойнее, если я передам исследовательский препарат либо родственнику пациента, либо пациентам такси приедет, его у меня заберет, либо еще как-то. Но я просто вижу, как приходят курьерские службы тут сама. И мне этого достаточно. И второй комментарий касательно того, что Ксения Сергеевна сказала. Да, действительно, широкое бэкопирование в настоящий момент стало как никогда актуально, вплоть до того, что мы сейчас люди, которые друг друга бэкопируют, мы сидим в разных кабинетах, в небольших, и стараемся как можно меньше друг с другом контактировать. То есть никаких общих собраний, что в случае чего, если на еженедельном тестировании кто-то из нас окажется положительным, чтобы хоть кто-то оставался, кто будет поддерживать в центре жизни. Это, кстати, очень важный бэкопирование. Алина Сергеевна, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще комментарии, предложения, вопросы. Сергей Иванович, вы на связи? Только что был, да? Ну, Сергей Иванович, только что был отошел. Антон Телезнев. У нас из компании Биокат, да, есть возможность, пока Сергей Иванович куда-то отвалился со связи. Да, Антон. Да, здравствуйте, меня слышно? Да, здравствуйте, слышно. Мы вот в процессе сейчас обсуждения, в WhatsApp пока тут спикеры рассказывали, я попросил о том, что, ну, по поводу вакцин, расскажите, пожалуйста, да, насколько сейчас это все актуально. Здравствуйте. На самом деле, да, я хотел бы тоже поделиться своими какими-то наблюдениями со стороны спонсора. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Ни Петрову и всем коллегам, которые организовали этот вебинар. Я думаю, это очень полезная и хорошая дискуссия, да, в это непростое время, которое мы, безусловно, все пройдем победителями, и прежде всего наши пациенты. Два слова по поводу вакцины. Это, наверное, в дополнение к первой презентации, которую давал, по-моему, Максим, да. То есть на сегодняшний день официально на сайте ВОЗ зарегистрированы 6 кандидатов вакцин, которые идут уже в клиническом исследовании, да. Вот. Помимо этого, я вот поделился с экраном, если видно, да, это публичная информация, то есть она не секретная. Вы можете все зайти на сайт ВОЗ и найти это, да, обновляет еженедельно. ВОЗ использует свои источники мониторирования, да, такие как clinicaltrials.gov, какие-то национальные регистры и другие академические, фармацевтические, другие каналы. Вот. Шесть кандидатов вакцин находятся на клинике, первая, вторая стадия. И 77 кандидатов находятся на преклинике. Вот можно полистать. В числе преклинических исследований, как уже было указано в прессе и во многих других источниках, есть четыре кандидата от Российской Федерации. Это не Вектор, да, это Биокад и это Институт экспериментальной медицины, да. Вот. То есть у некоторых из этих участников есть более чем одна кандидата вакцины, но они, как правило, на этапе доклиники не включены, например, в реестр clinicaltrials.gov, поэтому в данном случае этот сайт, этот реестр, он не информативен. Помимо этого я хотел бы еще два слова сказать. Буквально для всех, кто интересуется, да, и кто следит, также на сайте ВОЗ в публичной информации доступна вот такая платформа, которую ВОЗ открыла для всех разработчиков и тоже ученых, врачей, где в режиме реального времени, в режиме мета-данных, да, то есть на платформе ВОЗ и с помощью Microsoft Power Tool можно отследить текущие публикации, все текущие разработки по вакцинам, ну, по COVID, естественно, да, то есть сделать фильтр, сделать какие-то выборки, загрузить самые последние статьи, потому что, как вы понимаете, на сегодняшний день многие журналы открыли бесплатный доступ, да, к своим ресурсам, и каждый день практически десятки, если не сотни каких-то публикаций по всему миру публикуются. Здесь что-то нашли, там что-то нашли, вот, за этим уследить очень тяжело, да. На сайте ВОЗ можно отследить за ключевыми этапами и ключевыми публикациями и трендами. Это что касается, я остановлю как бы ширину экрана, это что касается вакцины, да. В принципе, те исследователи, которые работают в приклинике, на сегодняшний день приблизительно находятся в одном временном интервале, то есть если клиника показывает позитивные, обнадеживающие результаты, то ориентировочно конец, ну, где-то, я думаю, июнь, июнь, июль, да, то есть будет уже первая фаза, вот. В принципе, мы увидим в июне-июле уже как бы горлышко бутылки сужающиеся, потому что понятно, что какие-то кандидаты по всему миру вакцин, они не покажут на доклинических исследованиях результаты и будут, соответственно, отброшены. Это что касается вакцины. Теперь буквально два слова, что касается видения этой ситуации с позиции спонсора, да. Тут много говорилось о регуляторных подходах, о том, как, например, FDA адаптировал свои рекомендации, другие регуляторы. На сегодняшний день я должен как бы сказать, что очень отрадно видеть, что, например, наш регулятор вместе с правительством достаточно гибко и оперативно реагирует на все эти вызовы, да, то есть работа идет практически в круглосуточном режиме. И, например, понятно, что какие-то документы, подзаконные акты, рекомендации выпускаются, но, например, 15 числа президентам выпущено поручение, которое доступно на сайт kremlin.ru, где в числе прочих в разделе «Ж» указываются прямые указания правительству по поводу упрощения порядка и сокращению сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, передающихся, представляющихся опасность для окружающих, в том числе COVID, а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований, осуществлением мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения, да. То есть это прямые поручения, и мы видим, что они исполняются. Как пример, например, мы буквально на днях получили, как вот, за 4, за 5 дней мы получили разрешение, и сейчас приступим к исследованию потенциального препарата, который у нас есть. Он разрабатывался по другим показаниям, но в свете ситуаций и научных разработок мы думаем, что может быть получен определенный позитивный результат. В данном случае я говорю об интерлекини-6. И для тех, кто в теме, кто знает это, в последнее время опубликовано очень много статей, очень много предположений, говорящих о том, что в патогенезе развитие цитокинового шторма и дистресс-синдрома, который сопровождается синдромом выброса цитокинового шторма, интерлекини-6 играет одну из важнейших ролей. Вот. Я не буду, я остановлюсь на этом, потому что это совсем новая, другая, наверное, тема, но к вопросу о регуляторах, я думаю, что наш регулятор тоже вынесет определенные уроки, и я надеюсь, позитивные уроки на сегодняшний день. То есть мы видим полную поддержку со стороны регулятора. И буквально одно слово еще со стороны, как мы организуем мониторинг. Здесь уже много было сказано, что, безусловно, инструменты такие, как риск-бейс-мониторинг, они как бы должны активизироваться, усиливаться и применяться больше в рамках текущих исследований. Что, безусловно, те пациенты, те визиты, которые могут быть отложены в рамках окна визитов, да, они должны быть отложены. Мы считаем, что это можно делать. И многие протоколы позволяют без ущерба, да, терапии, да, откладывать визиты. Вот. И помимо этого еще надо уделять, конечно, внимание, собственно говоря, мониторам, как уже было сказано, да, чтобы мониторы либо тоже носили маски, да, например, мы тоже переходим на удаленные визиты, на визиты инициации, которые мы осуществляем по принципу, например, видеосвязи, да, и, безусловно, это то, что создает хорошую базу, тренирует нас, вырабатывает новые компетенции и в дальнейшем, безусловно, я думаю, будет иметь пользу для нас, для пациентов, для врачей, и вообще для, для, для этой темы. Наверное, все. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Интересно. Так, коллеги, вопросы. Да, это Максим. У меня вот вопрос к коллеге из Биокады, да. Принимаете ли вы, в общем-то, решение по одобрению вот удаленного мониторинга и, соответственно, возможности удаленного ревью первичной документации, потому что это, наверное, самая острая тема. Да, вы знаете, да, мы обсуждаем эта тема, безусловно, она на повестке дня. Я скажу так, что, наверное, не во всех центрах, не по всем исследованиям, да, это возможно, вот, но там где-то возможно, из-за наличия соответствующего технического обеспечения, да, то есть комплоентности центров, нашей уверенности в центрах и наших возможностях, да, мы принимаем, вот, но не поголовно, скажем так, то есть это индивидуальные точечные, точечные решения. Спасибо. И тогда следующий вопрос связанный. Это системы, которые предоставляют вам центры или это ваши системы, которые вы используете? Нет, скорее, я думаю, это наши системы, да, и некоторые из них уже, ну, системы, которые обеспечивают, например, заслепление данных, да, это что касается, например, оценки эффекта лечения, например, опухоли, да, снимки, да, это не секрет, да, многие компании используют это, да, вот. То есть, коротко отвечая на вопрос, на сегодняшний день это наша система, да, но опять-таки это точечный, это не системный характер на сегодняшний день, потому что есть определенные сложности. Спасибо. Спасибо. Коллеги. Так, ну, Сергея Владимировича нету. У нас, Сергея Владимирович, на этапе подготовки была следующая, да, дискуссия. В общем и целом, то, что заболеет исследователь или закроется какой-то исследовательский центр, только дело времени, по правде говоря, да, потому что сейчас в России это, ну, скажем, не самый пик заболеваемости, скорее всего, будет наблюдаться больше и больше закрывающихся центров, клиник, и к тому же сейчас есть определенный план перепрофилирования учреждений, включая федеральные учреждения, которые будут заниматься лечением пациентов, инфицированных коронавирусом. Вот, и поэтому мы разработали в совместном диалоге этапы, скажем, линии обороны, да, и эти линии обороны выглядят примерно так, что если мы сегодня проговорили несколько важных пунктов, я в конце нашего вебинара повторю их, но один из этапов – это все-таки подготовка передачи клинических исследований в другие исследовательские центры. Если уж совсем все меры не помогли, не помогло делегирование, не помог там график визитов, информационный тревожный чемоданчик не спасает, да, в этом случае вполне возможно, что целесообразно передавать исследования в другой исследовательский центр, да, вместе, конечно, с пациентами. И вот об этом Сергея Владимировича, мы, может быть, еще поговорим, если не получится выйти на связь. А сейчас я попросил Кирилла рассказать о том, как в такой сложной ситуации локальный этический комитет, что требует от исследователей какую-то свою практику. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Тема моего сегодняшнего выступления звучит следующим образом, это пандемия и лэг. В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 года, условия напряженной эпидемиологической ситуации и ограничения, наложенные режимом повышенной готовности, могут повлиять на процессы проведения клинических исследований лекарственных препаратов, привести к трудностям выполнения процедур протокола клинического исследования, касающихся обеспечения участников клинических исследований исследуемыми лекарственными препаратами или соблюдения графика посещений и лабораторных или диагностических обследований, установленных протоколом. В этой связи организаторами клинических исследований лекарственных препаратов в сотрудничестве с исследователями и локальными этическими комитетами в интересах участников клинических исследований и с учетом гарантии достоверности данных могут вноситься корректировки в процедуры, связанные с проведением клинических исследований. В то же время любые корректировки должны основываться на оценке риска для каждого отдельного текущего исследования. Минздрав в указанном письме подчеркивает, что обеспечение безопасности участников клинических исследований имеет приоритетное значение. Какие же конкретно меры были приняты в связи с этой ситуацией в учреждении? От имени председателя локально-этического комитета на имя каждого главного исследователя было подготовлено и направлено письмо следующего содержания. В условиях пандемии, обусловленной новым типом коронавируса COVID-19, ожидаются сложности с выполнением обязательных процедур протоколов клинических исследований. В скобках. Визиты участников исследования, обеспечение лекарственными препаратами, лабораторные и диагностические обследования и тому подобное. Существует риск возникновения обстоятельств, способных оказать неблагоприятное влияние на права и безопасность участников исследования. В связи с вышеуказанным, прошу своевременно информировать ЛЭК обо всех отклонениях проведения клинических исследований, а также мерах, предпринимаемых для обеспечения прав и безопасности участников исследования. Для чего все это нужно? В первую очередь, как уже было сказано ранее, обеспечение безопасности пациентов, участников клинических исследований имеет приоритетное значение. Во вторую очередь, пандемия рано или поздно закончится, но проверки регуляторных органов будут проводиться в обычном режиме. И даже если пациентам, участникам клинических исследований, все процедуры выполнялись качественно и срок, но с поправкой на ограниченные условия, крайне важно, чтобы все действия, в том числе согласованные отклонения, были зафиксированы документально, чтобы у контролирующих органов не было вопросов к документации исследования и ходу проведения исследования. Отклонения от протокола клинического исследования в любом случае были, есть и будут. Системой нормативных актов, в том числе локальных, предусмотрены возникновение таких ситуаций и порядок действий в таких случаях, но дело в том, что в период этой ограничении, вызванной пандемией коронавируса, отклонения от протокола будут носить массовый характер, и в таких условиях легко забыть о необходимости документального оформления таких отклонений. И после пандемии ни один контролирующий орган при наличии замечаний не сделает скидку на то, что возможные ошибки были допущены в период пандемии, на них можно закрыть глаза. Поэтому все действия, все отклонения необходимо документировать, информировать о этих отклонениях локальный этический комитет. Это позволит в будущем избежать вопросов, замечаний со стороны контролирующих органов. Формат проведения заседаний этического комитета также претерпел изменения в связи с пандемией коронавируса. Заботясь о безопасности и здоровье пациентов, членам локального этического комитета, как и другим лицам, вовлеченным в проведение клинических исследований, не следует забывать и о своем здоровье. С целью ограничить число контактов было принято решение провести последнее заседание ЛЭК при помощи аудио- и видеосвязи. Ресурсом для проведения такого дистанционного заседания была выбрана платформа Zoom, которой мы сейчас с вами пользуемся. И по большому счету заседание проходило в обычном режиме, за исключением того, что члены локального этического комитета не находились рядом друг с другом. Конечно, для проведения заседания ЛЭК в таком формате потребовалась специальная подготовка к заседанию. Заключается она, в первую очередь, в максимальной оцифровке информации, включающей в себя документы для проведения экспертизы, повестку, протокол, выписки и т.д. Также крайне важным моментом была доступность материалов для экспертов в условиях ограниченного доступа. В последнее время отдел организации доклинических и клинических исследований ведет активную работу по переводу максимального объема действий и задач в цифровое пространство. В том числе одним из таких направлений является дистанционное проведение заседаний локального этического комитета. Так что сложившаяся ситуация, на наш взгляд, только посодействует как скорейшему внедрению цифровых технологий в деятельность отдела, так и в совершенствовании проведения клинических исследований в учреждениях в целом. Также в настоящее время инициирована подготовка внесения точечных изменений стандартной операционной процедуры локального этического комитета, направленная на описание особого порядка работы локального этического комитета в условиях карантина. У меня все. Спасибо за внимание. — Спасибо большое. А вот, кстати говоря, когда запись была в заседании локального этического комитета, если заказчик захочет посмотреть, почему было дано, допустим, неодобрение проведения исследований, есть такая возможность предоставить запись ему? Ну, в теории хотя бы. — Перед проведением заседания все члены локального этического комитета были проинформированы о том, что ход заседания будет записываться. Но нужно рассматривать индивидуально, там же вопросы конфиденциальности преподавания. — Ну да, ну просто если вырезать кустойчик... — Если вырезать из всего хода заседания конкретное выступление по конкретному опросу, я думаю, здесь предоставить конкретному спонсору, на основании чьей заявки проводилась данная экспертиза, я думаю, что это вполне доступно, и это будет еще одним инструментом в работе со спонсорами и подтверждением позиции локального этического комитета и подтверждением работоспособности локального этического комитета в том плане, что ЛЭК не работает формально, заседания не проводятся только на бумаге и так далее. — Спасибо большое. Коллеги, вопросы? — Олег, там смотри, в чате написано, что два каких-то сообщения есть. Для меня не все доходят, да? — Я тебе перекинул. — А, перекинул, да? — Так, у нас есть вопрос от пациентов, куда можно обратиться за помощью. Это Ксения Геннадьевна контакты. Ксения Геннадьевна уже вышла у нас из зума. Да, поэтому, уважаемые пациенты, если вам нужна помощь или содействие... — А, Ксения Геннадьевна, вы здесь, я увидел вас, да. Я могу так сказать... Включи, пожалуйста, Олег, Ксения Геннадьевна. Можно сказать пациентам, чтобы они нашли вашу социальную группу, да? Где, в Фейсбуке или ВКонтакте, или где? — Проще зайти будет на сайт союзпациентов.рф русскими буквами. — Отлично. — А там уже есть ссылки на все группы, по всех соцсетях. — Так, и туда можно попробовать обратиться, если там нужно пациенту какое-то содействие. — У нас горячая линия работает всегда. — Так, хорошо. Коллеги, еще какие-то комментарии? Пока пытаюсь загрузить вопросы. Андрей Альбертович, может быть, выскажитесь, как... — Да, я хотел бы просто рассказать о том, что у нас делается и какие меры мы предпринимаем. Ну, первое, по поводу истории не совсем нашего отделения, но тем не менее история одного из исследований. Дело в том, что несколько исследовательских центров были закрыты на карантин, и больных перераспределили в один из наших исследовательских центров. Со всех этих центров попросили, чтобы мы принимали пациентов, потому что мы это можем сделать. Это одна из историй. Следующая часть заключается в том, что вдруг одна из компаний пошла на запор анализов крови по месту жительства. Кроме того, есть лекарство, другая, третья компания пошла на то, чтобы доставлять препарат пациентам по месту жительства. Четвертая история заключается в том, что нам разрешили, точнее, нам стали оплачивать такси для пациентов, для того, чтобы они могли добраться. Это, опять же, с точки зрения безопасности. Ну и пятая история нам, теперь уже нашего центра, нам выделили возможность специального места, где мы можем принимать больных по клиническим исследованиям. Дело в том, что на сегодняшний день госпитализация в онкологический центр происходит только после исследования наличия коронавируса или нет. Это происходит, у нас есть экспресс-тест, мы делаем анализ в течение двух-трех часов. То есть все пациенты начинают, у нас первая запись в 7.30, они приходят, тестируются, через 2-3 часа у них тесты, после этого они только могут попасть в отделение. Для того, чтобы избежать этой длительной процедуры, у нас есть возможность, если мы их не в отделение принимаем, пойти специально в дополнительный, скажем, кабинет, где они ни с кем не пересекаются. Мы сами с ним встречаем, забираем кровь и выполняем необходимые исследования. И там забор крови, беседу, заполнение опросника качества жизни и так далее. Из всех этих возможностей мы выбираем и в соответствии с тем какой-то протокол, что нужно делать. Каждый раз с компанией, соответственно, обсуждаем для того, чтобы первым выполнить протокол максимально близко к тому, что нам необходимо сделать. И в соответствии с первичными конечными точками, вторичными конечными точками. Потому что иногда это может быть такие вопросы, как вторичная конечная точка, исследование качества жизни пациентов. Это чрезвычайно важный момент. И, может быть, если это первый визит, мы никогда не можем практически это отменить. Но если это повторный визит, иногда можно договориться о том, что некоторые визиты будут пропущены и так далее. Таким образом, смотря на сам план обследования, в зависимости от того, какой это обследование, какие там препараты применяются, какие у нас есть возможности. Мы просто разрабатываем индивидуальное решение вопроса для каждого исследования, иногда для каждого пациента. Потому что есть еще и часть пациентов, которые живут в Москве, а есть часть пациентов, которые живут за пределами Москвы. И они, допустим, попасть могут в онкологический центр не в 7-30 утра, а приезжает их поезд только в 12, например. И опять же, это требует разработки индивидуального маршрута для пациента, как бы мы могли выполнить визит. Вот по сути дела и все. Мы просто работаем для того, чтобы решить вопросы и для того, чтобы продолжить выполнять протоколы для наших пациентов, для того, чтобы они скорее получили новые эффективные препараты для их болезни. Хорошо, спасибо. Андрей Ильич, а все-таки, насколько мы знаем из новостей, передвижение по Москве является каким-то сложным. Нам нужно получать какие-то пропуски. Для пациентов, если пациент должен появиться у вас на визите, нужно давать какую-то справку или нет? Особенно, если из других регионов. Он регистрирует, пациент регистрирует визит к врачу. И, в принципе, всем это разрешено, в том числе и людям после 65 лет, им тоже разрешено к врачу ходить. Всем ведь разрешено ходить к врачу. Самоизоляция не подразумевает невозможности прихода к врачу. Но если им нужно попасть в лечебное учреждение, они могут попасть в лечебное учреждение. Это не обязательно ближайший полиплиник. А если из регионов, там как получение пропусков? Если из регионов, регионы, я надеюсь, хотя мне говорят, что некоторые регионы закрыты, я сам не видел кордонов, которым закрывали определенные регионы. Но в целом, что касается регионов, они по-прежнему ведь... Ситуация постоянно меняется. Но только в Москве у нас сейчас камеры автоматически со вчерашнего дня должны штрафовать машины. И это особая история для меня, в том числе. Я сегодня утром решил, со вчерашнего дня начали... Вчера я проверил, что у меня все хорошо с регистрацией. Я могу на машине проехать, я работаю. Сегодня вдруг набираю номер машины и пишу, что вашей регистрации нет. При этом у меня есть информация, что я должен за 5 часов зарегистрироваться, иначе с каждой камеры я получу штраф. И тут у меня, естественно, волос мало, но все они, оставшиеся, начинают шевелиться. Потому что я, во-первых, должен не выезжать на работу, срочно регистрироваться на МОСРУ, опять. А, с другой стороны, я-то зарегистрировался, но пропуск заработать только через 5 часов, возможно. Может, он заработает через минуту, а может, через 5 часов. То есть я опять рискую попасть в историю, когда мне нужно будет протестовать штраф. Вдруг потом я снова набираю свою машину, оказывается, что все-таки у меня разрешение есть. Я надеюсь, что вторая попытка была более правильная, то есть точная, а первая была неправильная, чем наоборот. Но даже для меня это определенные сложности в том, чтобы добраться до работы. Но с пациентами по-прежнему у них есть возможность, если въехать в Москву и выехать из Москвы. Что касается других регионов, ну, есть наверняка какие-то сложности, но мне кажется, что они решаемые, по-прежнему решаемые. Если вдруг пациенты столкнутся с нерешаемыми сложностями, мы опять для них разработаем какое-то индивидуальное решение. И, кстати, мы его всегда разрабатываем вместе с компанией. Потому что как только появляются некоторые сложности, мы тут же привлекаем активно компанию для совместного решения вопросов. Я обязательно регулирую медицинские вопросы, потому что есть некое. Вот, допустим, один сказал монитор, одно, другое, другое. Мне, как главному исследователю, важно, конечно, что сказал монитор. Но я тоже достаточно хорошо знаю протокол и понимаю, зачем он делается. И что принципиально важно, что не так принципиально важно. И, в конце концов, естественно, точка главного исследователя по-прежнему принимается во внимание. Но в любом случае я принимаю решение вместе с компанией. Если один монитор меня не устраивает, я звоню главному монитору. Если этот мне не устраивает, то я могу обратиться в центральный офис компании и тоже с ними решить индивидуально вопрос или проблему разрешить, которая возникла у пациента. Спасибо большое, Андрей Борисович. Коллеги, наше время уже, так сказать, исчерпано. Если есть какие-то... Да, есть какие-то комментарии? Я подведу... Если время исчерпано, то разрешите мне поблагодарить. Благодарить организаторов, благодарить всех участников за то, что участвовали. Я с удовольствием участвую в конференции, с удовольствием выслушал коллег. И спасибо большое, Артем Николаевич. Я знаю, что это вашими усилиями все было сделано. Продолжайте, пожалуйста, эту деятельность. Я очень рад вас видеть. И еще раз спасибо большое от меня лично за конференцию. Спасибо большое, Андрей Борисович, за теплые слова и за поддержку. Сейчас, Евгений Сергеевич, мне Олег сказал, что сейчас тоже это завершение. Я хотел, что... Мы сегодня обсудили много вопросов, чтобы немного систематизировать. И к нам исследователи пишут, что самое важное. Это делегирование продумать. Сейчас в настоящий момент открыть делегейшный лог. Посмотреть, как можно это все дело оптимизировать, защититься и так далее. Проработать график визитов. Создать информационный тревожный чемоданчик. Мне очень понравилась эта формулировка. Включая, как мне кажется, туда надо обязательно писать контакты мониторов. Как Андрей Альбертович сказал, что старших мониторов и центральной команды. Почему? Потому что нельзя забывать, что заболеют... Могут заболеть не только пациенты, врачи, исследователи, но и мониторы. Что лучше была вся карта контактов. Потом нужно продумать логарифм мобильной аптеки. Я это называю, чтобы логистика исследуемого препарата могла циркулировать по самому исследовательскому центру. Если сокроется одно отделение, чтобы можно было переместить на другое. Мобильная лаборатория. То, что мы сегодня обсуждали. Можно ли пускать туда неквалифицированных людей или все-таки продумать какой-то алгоритм. Это тоже какие-то детали, но тем не менее нужно продумать. Потом продумать надо мобильные визиты. Мобильные информированные согласия. Потом передача данных. Потом пути отступления Сергей Владимирович Орлов об этом не рассказал. Но там суть такая, что есть смысл продумать финальный путь отступления. Это какой-то небольшой маленький коммерческий исследовательский центр. Если будут схлопываться большие клиники, то маленький коммерческий центр. В нем организовать этот отстрел от коронавируса может быть гораздо проще. Это какая-то последняя баррикада. Документы создать, то, что Мария Зайцева нам говорила. И тут я попрошу все-таки коллег собраться вместе. То, что есть, киньте мне на почту. Я как-то это все переварю и сделаю Google Doc. Да, открытый. Мы сами что-то там создадим. И что? Ну и, наверное, самое основное, если я ничего не забыл. Там, может быть, дополнительно коллеги. Евгений Сергеевич, ваше завершающее слово. И после этого мы, наверное, будем заканчивать. Евгений Сергеевич. Что-то Евгений Сергеевич на мобильный мне решил позвонить. Да. Нет, мы вот ваше завершающее слово. Я могу на громкую связь включить и через микрофон вы расскажете. Ну, давайте попробуем, так сказать. Евгений Сергеевич, давайте так попробуем. Да, коллеги, добрый день. Так, слышно? Да, слышно. Алло. Да. Слышно? Отлично. Коллеги, ну, добрый день. Артем Николаевич, спасибо большое за такую вот красную конференцию, что действительно она показала, где мы сейчас находимся. И спасибо всем докладчикам за тот опыт, которым они поделились, свое видение. Коллеги, я единственное хотел бы сакцентировать вас на том, что в настоящее время мы должны работать вместе. И вот правильно говорила Алина Сергеевна. Действительно, курьеры у нас сейчас могут являться невольными источниками инфекции. Ну, потому что это люди, которые по долгу службы контактируют со многими людьми. А если они не соблюдают еще и меры предосторожности, которые блокировали бы передачу инфекции, это, ну, действительно может быть опасно. А мы все-таки должны понимать, что безопасность пациентов – это для нас превыше всего. Но я хотел бы вспомнить еще бы об одной категории людей, которая тоже контактирует с нашими субъектами исследования и которая тоже, в свою очередь, может являться для них источником инфекции. Это таксисты. То есть в настоящее время архиважно, чтобы спонсор СИРО переквалифицировали своих вендоров в службу такси, те же самые службы забора крови на домах, с тем, чтобы эти сотрудники, тех же курьеров, с тем, чтобы эти сотрудники максимально соблюдали меры безопасности. Потому что если это таксист, то там же нельзя соблюсти соцдистанцию. То есть может быть как-то попросить таксистов закрываться каким-то щитком, ну, помимо маски, естественно, или еще какие-то... Ну и, соответственно, то есть я считаю, что организаторы исследования в создавшейся ситуации должны срочно пересмотреть риски вот именно инфекционного плана и ориентировать своих вендоров, переквалифицировать их с учетом того, чтобы максимально снизить возможность передачи инфекции от их сотрудников нашим субъектам. Большое спасибо. Так, ну что ж, все-таки телефонная связь, она остается самой надежной, несмотря на все современные цифровые технологии. Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Да, у меня только единственный вопрос. Вы сказали, что вебинар помог определить, в каком месте мы находимся. Это вы можете нам вслух сказать, в каком месте? В какой точке, в каком состоянии мы находимся, потому что, действительно, наша отрасль тоже переживает кризис. Значит, сейчас мы перевезли там центр в другое место, потом опять его заняли под ковид и так далее, и так далее. Это вот со стороны центров. Со стороны субъектов они действительно напуганы, они дезориентированы. Врачей тоже можно понять, они находятся под огромным стрессом, и, в принципе, у нас переболеют, как вы сказали, действительно все рано или поздно. То есть это, ну, стресс, это состояние всей системы, наверное, клинических исследований во всем мире. Ну, и вообще, в принципе, система разработки препаратов. Ну, как говорил Ганс Селье, стресс – это жизнь. Главное, чтобы он не перерастал в дистресс. Так, хорошо. Ну, вот. Спасибо большое. Ну, надо сказать, что мы сегодня отметили, у коронавируса есть положительные какие-то моменты. Да, один из положительных моментов, действительно, это то, что какая-то происходит консолидация. Да, мы можем обсуждать какие-то вопросы, и в этом вопросе мы чувствуем, ну, товарищеское плечо, причем соблюдая социальную дистанцию. Это очень важно и хорошо. Давайте вместе общаться, решать эти общие проблемы. Всем исследователям, которым понадобятся вот эти модальные СОПы, пишите мне или на почту нашего института, мне передадут, и будем общаться, будем решать. Спасибо, коллеги. Мы заканчиваем наш вебинар сегодня. Каждый третий четверг мы стараемся проводить вебинары по клиническим исследованиям. Следующую тему мы анонсируем попозже. Возможно, тоже будет коронавирус. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...